добрый день всех приветствую у кого-то вечер у кого-то утро всем привет рада видеть начинаем нашу неделю надеюсь она у вас началась эффективно как у вас дела но главное счастливо согласны дорогие студенты коллеги как у вас ощущения как ваше настроение поделитесь привет привет рада очень видеть я тоже ой кого я вижу мари привет я вас приветствую я хочу провести до нашу такую может быть у нас экватор меня в курсе я посмотрю еще по моему нас там не так много лекций осталось как у вас настроение как у вас ощущение того что вы вот целостно видите картину из чего состоит эффективность личная эффективность коуча психолога насколько вы давайте сверимся да как в коуч сессии насколько сейчас вот те знания которые вы получили практику которую вы надеюсь внедрили попрактиковались в парах или самостоятельно проделали те упражнения которые вам давала насколько они вообще закрывают тот запрос которым вы пришли вот поставьте пожалуйста давайте мы по шкале от 1 до 10 сейчас с вами проанализируем вот где 1 это не закрываю да пока или вообще и 10 это ближе там уже к стопроцентной закрываемости наше потребности в понимание что же такое это личная эффективность коуча психолога сверху давайте сделаем как у нас в коуч сессии мы несколько раз сверяемся да с тем запросом и спрашиваем клиента где ты сейчас что вот сейчас для тебя да но не нового что вот сейчас ты уже понимаешь добрый день елена коллеги да всех приветствую присоединяйтесь добрый день всем машу кто уже здесь кто с нами кто слышал вопрос давайте мы сверимся с вами по десятибальной шкале насколько от 1 до 10 насколько вы уже все таки у вас есть очертания да понимание что же такое целостность целостность вот этой системы вашей личной эффективности восемь ольга спасибо да все машу всех приветствую всех рада видеть уже знакомые лица так у кого какие ощущения поделитесь пожалуйста мне это тоже важно потому что я работаю тут тоже на результат я хочу чтобы вы достигли до закрыли те запросы с которыми пришли а вы помните да про что это у каждого из вас было мы обязательно это сделаем еще в конце нашего курса если у вас есть какие-то пожелания пожалуйста олег спасибо 9 пожалуйста пишите под постом пишите в телеграм-канале тыш коуч очень много людей присоединился этому безмерно рада и сегодня кстати выложила вам такую подводку к сегодняшней лекции видео не знаю видели или нет мы сегодня будем как раз говорить про импринтинг и там очень наглядное видео показывает что это такое и как мы будем как мы вообще в этом живем как мы бессознательно этим пользуемся так ну что вижу сердечки то ли задержка то ли но некоторые признете присоединились позже пересмотрите пожалуйста там у меня к вам вопрос можете ответить после лекции видео и так ну что начнем готовы как у вас настроение готовы сегодня у нас тема мы смотрите мы повторяем да сегодня у нас уже пятая лекция и но лекция практика мы уже с вами определили до триаду эффективности уже поговорили про личную профессиональную эффективность коуча главные ошибки в карьере начинающего куча психолога перебрались в ко второму компоненту да готовы отлично ко второму компоненту это у нас было копинг-стратегии рассмотреть да ваши личные копинг-стратегии как вы можете это использовать и в работе с вашими клиентами это очень помогает сразу считают да что кто перед нами и потом мы поговорили про мышление богатого коуча сегодня мы об этом продолжим говорить у нас заключительная лекция можно сказать по этому компоненту да мы поговорили про финансовое мышление я надеюсь вы поставили себе цели финансовые ваши коучинговой психологической практике это она короткий горизонт планирования и на дальний горизонт планирования мы с вами провели демо сессию в прошлом на прошлой лекции нас было демо нас практика такая больше была практическое занятие и чтобы вам вы понимали да где должен быть фокус фокус быть должен всегда на конечном результате и каждое ваше действие оно должно вести вас вот к этому запланированному результату как в бизнесе да когда клиент приходит и говорит я хочу там увеличится на 30 процентов грубо в прибыли и тогда каждая сессия которую мы встречаемся и каждое его действие они должны быть соотнесены и нами как профессионалами фокус должен быть на конечный запланированный бизнес запланированном бизнес результате поэтому я здесь вот вас тоже призываю на напоминаю вам что мы вот определив свою до триаду у кого-то это будет колесо личной эффективности у кого-то это будет может квадрат до у каждого свое может сложиться видение но все-таки в плане профессионализма да и в плане успеха именно в деньгах это самый такой легкий показатель да насколько мы преуспеваем насколько мы растем сами потому что деньги такой очень такая лакмусовая бумажка и поработали с убеждениями да мы с вами поработали я надеюсь вы тоже самостоятельно это сделали возможно в парах поработали я вас призываю к практике на каждом на каждом занятии это конечно основа основ ничего вас быстрее не продвинет как практика это из ну я думаю что это не нужно объяснять да вы сами каждый раз наверное проводя сессию или кто еще не не еще не пробовал проводить сессии то поверьте вот здесь поверьте мне хотя советую не доверять а лично проверять что уверенность будет расти как профессионали вы будете сами трансформироваться каждый раз поэтому тоже на это акцент делаю и поработали с убеждениями и поговорили про важность благодарности и сегодня мы с вами разберем вот такую очень очень важную тему как окружение она вроде такая скажем так заезженная да заезженная тема это все понятно но вот важность сейчас может быть я надеюсь вы что-то новое для себя услышите узнаете потому что мы сейчас будем еще соотносить все-таки окружение и финансовое ваше благополучие насколько это взаимосвязано и вот как знаете если мы говорим про деньги вообще да это мы говорим про выгодное сотрудничество то это всегда про наш про наше окружение и про эффективную коммуникацию эффективная коммуникация как раз то тот чему учит коучинг и поэтому я вот прям за то чтобы вообще что коучинг нужен всем вот и психологам нужен коучинг и руководителям это не не вид профессии да не как профессия вы можете им овладеть хотя это вообще крутая профессия и классные инструменты которые вы можете работе использовать на что я вот общалась со своей коллегой психологом и она мне сказала как раз что хочется вот у нее есть и то и то образование и психологии как правило в каких-то сессиях не хватает одной и она в конце ну вообще да здесь земли из клиента навсегда все-таки используют инструменты коучинговые да чтобы клиента как-то простимулирует что-то с этими осознаниями которые у него у него в сессии появились что-то делать с этим хотелось и быстрее идти к этому результату да ну потому деньги приходят от от людей да вы это слышали вы это знаете и никак иначе джон кеха говорил не считайте деньги вот не считайте сколько вам конкретно приносит приносит клиент один не считайте деньги а считайте скольким людям вы помогли вот вот если из этого да из этой парадигмы мысли да то как раз таки вот это про такое и установку на изобилие да вот помните мы с вами говорили про путаю может быть лекции или там мастер-классы про установку на изобилие да что мы делимся мы делимся мы благодарим и вот эту лекцию про благодарность да мы посмотрели эфир мы поблагодарили это наш такое взаимообмен это вот дать брать и отдавать это так как я вот вам сейчас даю да но вы это это естественно мне кажется это прекрасно когда вы я вас провоцирую на какие-то действия и вы в знак благодарности там идете и отрабатываете берете эти инструменты потому что да понятно что я вам могу сколько угодно говорите столько у вас всего в наличии до в в доступе и модальности инструментов которые дают вам педагоги но здесь главное про взять да мы не можем вот мы вам преподаем а вы уже берете поэтому здесь вот такой вот обмен и это как раз таки ты отдаешь а тебе возвращается сто крат поэтому я вам тоже рекомендую да не рекомендую это каждого свое да вот жить из этой парадигмы что ты помогаешь мне кажется те люди которые у нас здесь в эфире которые потом записи посмотрят вообще все студенты академии преподаватели это как раз таки про то что мы практики помогающих профессии мы эмпаты уже наверное просто априори и поэтому мы как раз тоже продавай да но все-таки я призываю соблюдать баланс и мы говорим с вами про финансы и я на этом тоже акцентируюсь и мы за свою работу мы берем деньги и нас клиенты благодарят вот помните эту установку классную которую я думаю что кто-то из вас себе взял да я гениальный коуч я гениальный психолог и да не платят и меня благодарят мои клиенты они довольны они получают результаты сегодня я бы хотела сказать про про окружение в таком немножко начать эту тему с с рассказов про эксперимент и про модель данбара модель данбара возможно вы встречали уже я вам вышлю потом мои stories повторю в телеграм-канале эту модель схематично чтобы вам было понятно данбар ученый который такой он создал модель социального окружения человека он провел такой эксперимент он исследовал 38 видов обезьян и надо сказать что обезьян да схожие вот и поведение и иерархия в системе и коммуникация и научение обезьян вот ну практически ста процентов идентично человеку и он провел такой эксперимент данбар заметил что как только особи превышает 150 обезьян они начинают делиться то есть они размножаются размножаются они общаются у них свои стаи да и как только получается их 150 150 обезьян в стае группы начинают делиться и и дальше он если и начал исследовать мозг и выяснил что вот количество превышающая 150 численность до 150 обезьян она способствует так скажем сейчас скажу чем круче вот наша нет сейчас ребят извините наша вот операция операционная способность да и коммуницировать и как-то быстро действовать принимать решения и вращаться в кругу вот подобных да нам людей она максимально эффективно когда у вас в окружении 150 людей это я уже сейчас перевожу на вот на людей да чему вот этот эксперимент как раз был подтверждением и поэтому вот смотрите я вам на домашнее задание дам такое задание нужно будет проанализировать свои свой круг ближний круг это как раз таки пять человек с которыми вы общаетесь вот ближе всего чаще всего постоянно вот коммуникации мессенджеры живое общение и так далее то есть сначала вот у нас пять человек это те люди с кем вы общаетесь постоянно такая ваш ваш прям близкий круг можете прям себе где-то уже может быть вспоминать где сколько ну накидать да варианты с кем вы вот общаетесь как правило какое-то количество человек сколько человек в вашем поле потом следующий круг это до 15 человек это ваш тоже близкий круг ну там могут и родственники быть да какие-то просто знакомые но в то же время это всегда ваша группа поддержки которую вас вы обратитесь и и вас поддержит да то есть это вот группа до 15 человек ваша семья может быть группы по интересам какие-то да сообщества и так далее ну и то да все-таки контакт должен быть тесный до 50 человек это следующий круг вы анализируете до 50 человек это тоже ваша семья коллег ой да тоже коллеги могут быть да но все-таки общаетесь с ними но не так близко это вот следующий круг пять человек 15-50 и 150 человек уже до 150 человек такой большой круг вашего окружения это люди вашей стаи то есть это могут быть и блогеры это могут быть люди с которыми вы вроде познакомились да у вас ценности сходятся но в то же время вы очень редко с ними коммуницируете просто может быть они в разных городах вы живете или еще что то хотя сейчас это не проблема ну в общем суть в том чтобы проанализировать ваше окружение вот с этой точки зрения и вот большинство исследований показывает что все таки в 80 процентах случаев вы все таки больше всего коммуницируете вот с людьми там до пяти человек если откликается если сейчас уже что-то вы себе там вспомнили какое количество человек у вас в ближайшем круге дайте мне знать насколько вообще понятно вот это вот модель модель социального окружения донбара жду ваших ответов давайте мы с вами в диалоге а то я вот прям не хватает ваших лиц и как на настоящей лекции но в то же время хочется обратную связь конечно да понятно понятно отлично и родственники входят и дети входят и родственники входят но здесь еще я хочу заметить и мужья входят главное наверное здесь вот себе еще посмотреть ну родственники скажем так мы родственников не выбираем да они их данность наши дети наши данность то есть здесь мы все-таки больше анализируем с точки зрения вообще хотите вы да какое-то близкое насколько они на вас влияют хотите ли вы с ними общаться настолько там часто насколько у вас сейчас это происходит сколько у вас продвигающий какая-то связь братная связь от них да насколько они для вас как 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 слово сейчас скажу экологичны да и родственников стало считать а ребенка нет ну здесь я говорю здесь в принципе да естественно вы считаете всех родственников которые вот вы считаете что их нужно посчитать все-таки все тут зависит да от ваших родственных связей насколько у вас там близкое общение и хотите ли вы вообще это близкое общение ну естественно я конечно говорю про окружение я об этом позже еще скажу как мы где мы его да как мы его можем осознанно создавать и как мы ну и конечно не призываю да вычеркивать людей из жизни своей просто размахивать саблей вот но если это действительно вам ну и вы не хотели да общаться то мы здесь конечно я очень за экологичный подход и просто да снижение вот этой активности в общении если оно вам не надо и вот смотрите человек это система которая обучается с помощью импринтинга вот я вам видео с ребенком да высылала в телеграм-канал где папа храпит а ребенок смотрит на него вот с такими глазами сначала да малыш там наверное новорожденный и потом мама спрашивает у папы как папа спит и он начинает прям пародировать да вот этот храп папин вот это то же самое да импринтинг когда мы не осознанно вот не надо жить в иллюзиях да что мы ведем себя как-то вот мы не такие возможно такие случаи бывают да что я вот так не буду себя вести как моя мама там или как там моя подруга но это природа это природа психики это работает так мозг наш да нейрофизиология что мы копируем поведение мы копируем мысли чувства людей нас окружающих и ребенок вот это самый легкий пример когда вы можете посмотреть насколько это действительно происходит просто ребенок это такая прям гипербола да такая прям видно очень насколько это легко происходит насколько нас наши дети копируют ну я думаю что все с этим встречались у кого есть дети у кого нет детей но вот это как раз таки про то что наше окружение нас формирует и вот здесь конечно нужно задуматься да и не думать что ну я не буду поддаваться да я такая сильная такая прокаченная вообще я буду общаться с этими людьми и ничего у них не возьму да но это неосознанно происходит возможно вы даже можете этого не замечать вот потому что ну просто это наша природа и вот сегодня как раз таки я хотела бы вам вот дать вот это задание да чтобы вы все все таки сделали вот обязательно сделайте я делала это задание пару раз и у меня я я хочу заметить что у меня первый раз там было 140 по моему человек во-первых количество меняется 140 это по моему потом стало потому что сначала было меньше но так как я себе я и расскажу если вам интересно свой пример как я формировала осознанно свое окружение я прям решила я это сделала и вот это количество оно расширилось да оно нас формирует и в то же время расширяет и круг с кем я общаюсь и сейчас я перейду вот тоже к такому предложу вам еще один эксперимент как это зависит от финансового нашего мышления и как это влияет на финансовый наш доход а вот когда ты все-таки общаешься в ближайшем кругу с людьми у которых доход выше твоего как это тебя вообще стимулирует и вот сейчас это не новое вообще задание я думаю что вы с этим встречались но тоже я вам предлагаю провести эксперимент выписать себе пять десять человек можете спросить ну если это близкие люди можно спросить какой у них средний доход или вы же все равно общаетесь понимаете да о каком доходе идет речь и просто проанализировать там Марина столько-то зарабатывает там муж столько-то зарабатывает мы уже можем тоже считать единственное чтобы конечно в идеале он был вашим бадди вот каким-то единомышленником соратником да если вы его включаете в свой круг там у пети столько-то доход и вот вы по каждому человеку записываете его доход среднемесячный и потом делите общую сумму складываете эти все доходы и делите на количество человек которые вы выписали вот вашего ближнего круга и получается сумма которая средняя такая по больнице это ваш доход среднемесячный ну я думаю что за проекты мы не будем считать среднемесячный доход ваш насколько вот если вы это сделаете можете поделиться потом или может быть уже кто-то в течение лекции уже успеет посчитать насколько это действительно вот прям попало в точку потому что я сколько раз делала у меня сходилось сходилось и хорошо когда в вашем окружении получается люди есть которые с достатком выше да все таки мы стремимся да наша задача общаться начинать формировать свое окружение с людьми с теми у кого достаток выше и тогда это нас будет вот про импринтинг я как раз в этом и говорю что вы будете не бессознательно будете бессознательно копировать поведение чувства эмоций привычки какие-то да себе это брать качество человека потому что вот даже по качествам да которые мы с вами говорили в первой лекции о личностном росте и есть такая техника в коучинге это мы еще в университете проходили эриксоновском ценностный образ себя очень классная техника очень легкая просто там такие шаблонные да если мы говорим там уже каком-то продвинутом коучинге мы можем брать такие какие-то экстракты оттуда но на начальном этапе вам будет и в парах очень легко с ней работать но лучше конечно в парах потому что там про диссоциации то есть ты как раз таки очень круто работает диссоциация когда тебе коуч ну со стороны да говорит а вот как бы а какой вот представь что елена идет там по улице и так далее и какая она сейчас и в чем она сейчас и чем она занимается и как она одета и как она себя ощущает да насколько там нам там увидеть ну не на сколько там уже клиент говорит там уверенные и вот в этом ценностном образе себя вы очень легко можете вот эти качества которые вы хотите себе развить и я ставила допустим себе цель нам год там развить целеустремленность организованность и дисциплину у меня страдала немножко дисциплина и ты уже вот с этими качествами во первых ты с этой сессии выходишь такой ты понимаешь что ты хочешь какие качества себе ты хочешь прокачать и в то же время если к окружению да возвращаемся мы то то здесь мы как раз таки понимаем мы видим что какие нам качества нравятся в нашем друге или в нашем боссе или в нашей коллеге или может быть персонаж из фильма или историческая личность какая-то и прям берите себе это может быть мужчина женщина неважно если вам это откликается просто помните да если вам вообще вообще это увидели оно уже у вас есть вам нужно это присвоить и себе это взрастить поэтому просто фокус взять это вот как в профинансовую цель ой я хочу миллионы зарабатывать да да ну это такая иллюзия какая-то вот ни о чем поговорить конкретно да сколько хочешь денег и конкретно какой ты хочешь быть что ты берешь фокус на эти три месяца допустим если мы говорим допустим заходит клиент в коучинг допустим топку сейчас вспоминаю да и он себе прям колесо личностного роста делал и себе прописывал там лидерские качества да там эффективная коммуникация с подчиненными с учредителями потому что там были проблемы поэтому и вы себе тоже можете прям выбрать да из ближайшего круга а вы когда еще будете анализировать я очень рекомендую забыла об этом сказать ну может я еще просто не договорила вот посмотрите на ваш ближайший круг из пяти человек и посмотрите что объединяет вот вас вот эти пять человек что у вас объединяет какие ценности может быть какие то у вас правила да что вам откликается что у вас общего это тоже классное упражнение для себя понять вообще на чем вы сходитесь во что вас вообще связывает и что касается вот качества да мы с вами договорились да одно два ну максимум три себе фокус взять ну я если вот много ребят я очень вас призываю не переусердствовать особенно в самом начале очень ну мы трансформируемся постепенно и я сейчас кстати вот вам расскажу да вот мы сейчас постепенно подходим к способам да формирования вообще источником формирования своего окружения сознательным и сейчас как раз таки я вас призываю чтобы это делали все поэтапно да и очень этому способствует ваши ваша коучинговая психологическая психотерапевтическая практика когда вы сами приходите в практику со своими запросами вы их отрабатываете в практике да то есть допустим как это у нас было я заходила на обучение у нас три месяца кроме лекций да мы практиковались раз в неделю ну по желанию можно было и два мы встречались в тройках да потому что один был наблюдатель давал обратную связь мог давать обратную связь три студента и мы прям вот каждый отрабатывал на этой практике на этих там полтора-двух часах свой запрос и мы слышали друг друга естественно это все откликается мы какие-то еще дополнительные моменты решали поэтому ну это все вот вы проходите во время обучения вот эту трансформацию свою да и берете берете фокус и пожалуйста берите то что только откликается то что я вам говорю да не нагружайте себя услышьте себя конечно вот если глубже говорить про тело да слышите свой отзыв свои в теле как оно реагирует и ну особенно это в сессиях конечно лучше делать и естественно вы потом это просто делаете а на автоматизме и вот как раз таки как раз таки вы потом уже научаетесь этому и уже в жизнь это несете и вот эту трансформацию проходить я вам желаю конечно постепенно вот тогда это все закрепиться уложится нейронные связи создадутся как вот это один нейрончик такое видели видео может быть он такой пум 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 так скачет скачет а здесь нейронная связь и вот вот вы вот положили себе да какую нибудь дисциплину развивать да или там что то целеустремленность это и вы работаете месяц там да над этим ну и как вы знаете двадцать один день там я не знаю это наверное иллюзия какая-то это миф что привычку можно себе взрастить за двадцать один день на самом деле почему я допустим работаю почему мы вообще идем ну я говорю сейчас про кучинг не буду про психотерапию потому что там конечно длительные процессы это вот тоже создание этих нейронных связей потому что я закладываю три месяца работы по-хорошему потому что как раз за три месяца этот нейрончик он к этой цепочке это пристанет так это он нейрончик он появился и он все выбросили и все там одну сессию аспириновую какую-нибудь провели и ну в моменте помогло а дальше и результатов нет и коучинг плохой и коуч плохой и в общем и у коуча да тоже не ахти какие о себе мнения ну это вот если особенно начинающим не берите пожалуйста на себя и результаты клиентов разделяйте ответственность призываю в общем немножко отвлеклась сейчас скажите как самочувствие вообще насколько вам вообще откликается то что я говорю какую-то обратную связь эти мои отвлечения и пойдем дальше то есть мы с вами проговорили про круг донбара да социальную модель донбара спасибо за сердечки вам спасибо большое и про импринтинг да помним об этом почему я об этом сейчас говорю потому что кажется ну вот это вот пресловутая да вас делает окружение но мы просто уже каким-то моментом настолько уже на автоматизме да слышим это и мы не на себя это не примеряем на себя это не откликается про аспириновые сессии очень да да и тут важно как раз таки понимать эти процессы с научной точки зрения да почему это происходит и себе брать фокус и вообще фокус брать и отслеживать эти моменты прям анализировать потому что ребята мы сейчас потом будем говорить об этом про общение с другими людьми это дальше мы тему это продолжаем и не заканчиваем но почему это важно потому что мы сначала все-таки начинаем трансформацию себя мы прокачиваем себя мы слышим мы узнаем себя и иначе вы когда заходите в сессию вы когда неважно коучинг психология да вы начинаете слышать тот же запрос как у клиента вот такое было у кого-нибудь вы если кто-то уже да тут у нас коллеги уже опытные вы просто слышите свой запрос и про что это про то что он у вас не закрыт и вам нужно с этим поработать да вы отводите сессию как обычно но понимаете что здесь мне нужно поработать самим собой идете там супервизия менторство просто этот вопрос курс не знаю курс ну ваши да методы свои методы закрытия этого этой потребности вы закрываете так я сейчас вы мне пишите я сейчас посмотрю да и моя дочь копирует меня я что-то пропустила я переехала в другой город и сейчас у меня очень узкий круг и мне комфортно и общение в онлайн с обучением могу сходить на встречу с новыми людьми но сейчас мало с кем общаюсь угу вот сейчас как раз про расширение если действительно оно вам нужно да если у вас есть такая потребность мы поговорим а если и естественно тут про расширение мы будем сейчас говорить с вами и профессиональный круг да общения и про ваш личный круг общения с кем вам комфортно будет общаться как с друзьями как с близкими родными людьми по душам что говорится вот что я хочу сказать да по поводу мы с вами поговорили сейчас я немножко посмотрю что точно сейчас все да переходим чтобы я ничего не забыла переходим уже к способам расширять свое окружение вот я бы хотела чтобы вы сейчас поделились вашими способами какие у вас есть способы расширения окружения как вы знакомитесь давайте сейчас попрактикуемся делитесь друг с другом берите себе эти методы я сейчас расскажу про свое вот сейчас начну пока у меня свет выключился сейчас я ребят я сейчас расскажу про то что как у меня происходило поделюсь с вами да и про свою личную трансформацию а нет это я с вами потом поделюсь у меня потом будет тема как раз мы плавно перейдем сначала немножко да мы сейчас про способы расширения окружения поговорим я живу на острове где население города 20 тысяч знакомиться не с кем так через друзей прошу чтобы меня познакомили работа как выйти в большой круг то есть оказаться действительно среди людей намного выше по доходу сейчас будем говорить тренинги учеба тематические мероприятия угу так ну вот сейчас смотрите что то у вас уже какие то ответы может быть у кого то уже появится оффлайн мне только снится угу так ну ээээ я думаю что вот вы уже понимаете да о чем речь как мы можем расширять да свое окружение ну для меня это самое наверное легкое это и такое сейчас уже настолько уже несколько лет как лет пять наверное органичное это конечно обучение обучение ну если мы говорим о профессиональной среде бывает ну и при том что у меня профессиональное это коучинг и еще сейчас так я и выступаю в роли продюсера это обучение то есть у меня два раза в год это академическое обучение я прохожу да профессионально в академии профессионального коучинга и там постоянно у нас есть клуб выпускников где мы постоянно вот на в этой среде да в этой коммуникации постоянно ты с кем-то общаешься если это практика то мы заходим и знакомимся с новыми людьми и это вообще люди из разных сфер там юристы какие то эзотерики и знаете что и классно интересно что последнее время так как я ну в принципе вы знаете поделюсь с вами такой фишкой раньше если мы в практику заходили у нас если там на какие то сертифицированные программы заходишь допустим сертификацию получить то у нас там рандомно могли в нас в юзуме в группы потом мы уже выбирали сами себе кто как попадется работали индивидуально в групп в группах ну я имею ввиду что мы сами просто дополнительно еще практиковали да в группах как там ты же не знаешь кто тебе попадется и когда сейчас вот допустим мы заходим в обучение у нас общие чаты да общие чаты это это люди из разного круга коучинг психология думаю что ну просто из разных сфер и поэтому если раньше я там могла написать или вот как-то пользоваться там сколько у меня часов как-то какие-то ориентиры давала с кем я хочу работать мне важно да чтобы у него было там столько же часов или меньше ой или больше точнее да естественно чтобы мне как-то расти еще какие-то да чтобы он там учился там-то там-то сейчас я захожу в обучение вот как ученик с полной открытостью вот как эксперимент и когда я пишу допустим вот мы заходили в бизнес с коучинг да сейчас для предпринимателей тоже выбирались ну не выбирали а просто писали да и так пара складывалась я просто писала там да я готова там поработать и и никаких требований и вы знаете вот эти случайности не случайны когда тебе попадается именно тот человек который тебе нужен с которым и тебе заходят и тебе откликается я еще ни разу не встречала так вот в паре не сталкиваясь чтобы не было с кем-то некомфортно работать или я не доверяла да и это может быть юрист вот я вам говорю а может быть эзотерик который там практики медитации там всякие вот эти дизайн человека там шаманство и это тоже какое-то новое для меня да и это тоже ваше такое тоже расширение может быть поэтому вот с открытостью да как в роли учеников заходите рекомендую в эти программы если это продюсерство допустим у нас там тоже люди из разных областей абсолютно и там тоже да вообще там немножко другое направление это другая сфера но в то же время нас объединяет что-то нас объединяет коучинг нас объединяет продюсерство но при этом там продажники и маркетологи и таргетологи и там люди просто там врачи есть ну в общем поэтому вот таким образом тоже можно объединять плюс вот я про поле говорила да вот что попадаются люди которые вам нужны вот в данный момент ну я так я так это воспринимаю для себя и я допустим вот тоже да когда ты в мастер-майн заходишь вот девочки пришли и кажется да у кого-то доход чуть-чуть больше у кого-то меньше доход но нас объединяет то что мы там ставим финансовые цели и они хотят построить там свое любимое дело как бизнес и при этом они тоже вот у них разные интересы да но все-таки ценности они совпадают и вы по этим ценностям совпадая да вы тоже для себя что-то берете вы развиваетесь вы расширяете свою картину мира в общем поэтому я очень конечно рекомендую это самый такой наверное легкий способ это обучение неважно там на кого там в продаже вот у меня постоянно там Бразговская да ну если я говорю о каких-то курсах больших да то есть это все-таки где есть чаты да общие где есть какие-то живые встречи потому что я вам сейчас вот поделюсь с вами да что и про трансформацию что как я формировала свое осознанное окружение я как раз таки создала да женский клуб top women в Санкт-Петербурге сообщество сначала это была онлайн академия вот а потом она плавно перетекла в оффлайн потому что был запрос начали писать девочки а у вас есть живые встречи там давайте и это было что-то ну такое прям такая синергия вот здесь некоторые кстати top women есть да сердечки пошли спасибо и я вернусь к этому вот этому опыту своего создания своего окружения если вы говорите что вы в другом городе и не с кем знакомиться вот как раз таки такая очень классная схема создать свое создать свое если не с кем если негде брать если никто ничего не сделал то сделайте свое да мариш так и что еще вот вы сказали да я сама создала сообщество и приглашаю спикеров делаю нетворки вот то же самое и у меня то же самое да то же самое проходило и сейчас мы встречаемся это такая ну и плюс это женский круг да и здесь у нас мужчина есть но есть и бизнес тусовки вот вы говорите как расширить вот этот круг где люди с большим доходом это бизнес мероприятия какие-то нужно просто понимать да не через не переступая через свои там желания да все таки чтобы это было с вами созвучно чтобы вы были к этому готовы вот у меня была вчера сессия как раз таки и там как раз вышел такой момент как страх вот идти там идите туда где страшно все такое но я за этот какой-то очень экологичный способ когда вы готовы к этому когда вам надо вам действительно вы прям вам страшно вы боитесь но вы прям хотите и тогда да вы готовы все таки вот это перебороть потому что если вы не готовы к этому если вы чувствуете что вы там не дотягиваете или что-то сделайте так чтобы с вами было интересно сделайте так поставьте себе в цель прокачать что нужно предпринимателю мы с вами об этом уже начали про мышление предпринимателя говорить и мы с вами здесь как раз таки в третий компонент когда триады эффективности будем рассматривать мы как раз поговорим про вашу практику как бизнес и мы сейчас уже об этом говорим да мы ставим себе финансовые цели мы уже думаем мы все-таки задумываемся что значит вообще предпринимательское мышление финансово-экономическое мышление Вот, поэтому если у вас есть возможность, да, бизнес-сообщество, есть онлайн-бизнес-сообщество, коммуницируйте в конференции, вот Вероника сейчас классный нетворкинг будет, да, тоже думаю, что я приеду. И это же тоже, это ваше общение, это ваше расширение круга, сознательное расширение. Что еще, я вот прям не набрасывала, перегал, так, это не то, а, какие-то женские, вот что еще могу сказать, женские сообщества, я прям рекомендую, так как я сама уже, ну, уже у меня опыт создания сообщества есть, я и в 2007 году создавала женский клуб со своей свекровью, причем у нас классные отношения, и мы создали с ней женский клуб Шоколад. У нас небольшой город был, я сама из Сургута, и мы создали там женский клуб, не было такого вообще, 2007 год. Мы создали женский клуб, к нам приходили женщины, мы каждый раз там делали какой-то напиток, который можно сделать в домашних условиях, сейчас вспоминаешь, прям мурашки бегут. Какая-то тема у нас была, мы приглашали женщин из бизнеса, мы приглашали женщин из каких-то таких сфер, которые, там, красоты, там, знаете, клиник, которые интересовали, да, как поддерживать красоту. Про путешествия говорили, каждый раз у нас была фона музыка, мы немножко там водное было, сколько, про что это вообще, кто это за композитор, чтобы расширять, да, расширять свои знания, какой-то кругозор. Нам было вместе интересно пообщаться. И также ничего, вот честно говорю, я выступала с этой темой женских сообществ Сколково на всероссийском у нас был форум женский, Inspiration. И вот я говорю, что 2007, что 2000, ой, тогда был 20-й год, сейчас 22-й, по сути, у нас какая задача? Качественно проводить досуг, самосовершенствоваться, да, и быть теми счастливыми женщинами, чтобы наши дети, видя наш пример, да, они в этой среде, наши мужья, которые получают вот эту энергию, именно счастливые женщины, я сейчас говорю, видите, как глубже беру, да, естественно, наши клиенты, когда они видят, что вы счастливая женщина, что вы счастливый мужчина, вы там в браке, не в браке, у вас куча увлечений, вы самые интересные, конечно, с вами будут общаться, конечно, у вас будут покупать и хотеть, да, у вас именно приобретать, потому что они видят, во-первых, они видят тоже, как вы развиваетесь, они видят этот бэкграунд, да, с чего вы начинали, вот, и мои подруги, мои тоже девочки, которые тоже, вот, как сейчас, когда заходят в продукты, они говорят, Лена, ну да, ты там могла всегда поддержать, а сейчас это все на профессиональном уровне, то есть это тоже ваша поддержка и вот ваше окружение, да, ну, естественно, это окружение должно быть экологичным и продвигающим для вас, несмотря на сколько вы там лет, да, вместе, сколько вы общаетесь, потому что у меня, правило, там, мы с подругами, ну, уже мне много лет, мы с подругами, там, 25-23 года вместе, и это так круто вместе развиваться и тащить куда-то, и что-то там, я не говорю, что мы там, да, на одних этих же курсах учимся, нет, ну, это все равно, каждый по-своему, каждый идет своей дорогой, но у нас ценности одни, и насколько вот это окружение, оно нас поддерживает и формирует нас как личности тоже, да, ваша семья, ваши коллеги, вообще, насколько вам нужно, да, в этом обществе, на этой работе работать, если там вот вы не чувствуете, что вы до конца раскрыты, вы не чувствуете, что это ваше общество, вот я не призываю увольняться, боже упаси, я вам говорю про то, чтобы вы задумались, потому что в свое время тоже это было, вот нами, да, я просто поняла, что я уже раздваиваться не могу, я нашла свое призвание, нашла свое любимое дело, и тот коллектив, которым я там, я, мне всегда везло с коллективами, мне всегда с руководителями везло, но я поняла, вот сейчас здесь, в данный момент, мне там изменилась ситуация, я не хочу здесь вот с этими людьми дальше коммуницировать, меня это разрушает, прям, и поэтому я вас призываю все-таки, так как у нас тема сегодня про окружение, вот эту аналитику сделать свою, и подумать, да, как вы можете качественно улучшиться. Значит, женские сообщества, мужские сообщества, могут быть бани, где контракты могут заключаться, да, это могут быть какие-то вот, у нас в городе есть такие, да, бизнес-клубы, куда-то заходишь, да, и ходишь на эти все живые встречи, это могут быть мастер-майнды, потому что я сама участница мастер-майндов, и сама модератор впоследствии, да, сейчас вот тоже веду, потому что мастер-майнды, это групповая динамика, это где люди тоже разных профессий, или же одной сферы, но у них общие задачи, а может быть не общие, это разные, да, разные цели, но это все вас очень продвигает, вы быстрее идете к целям, вы быстрее, вы, во-первых, учитесь эффективно коммуницировать, давать обратную связь, потому что в группе, да, там конкретное время, вы стройте свою речь грамотно, лаконично, ну, ввиду тайминга, ну, разные мастер-майнды бывают, да, где-то лекционные сначала часть, вот, допустим, я даю, чтобы и потом мы уже идем в работу, и если, и позволяю, не позволяю, а у нас так заведено, что я еще все-таки так, как люди бывают из разных сфер, с разным опытом, с разным жизненным опытом, просто по возрасту разные люди заходят, бывают и взрослые женщины, это, кстати, очень круто, когда вот эта вот разница в возрасте есть, и у меня в клубе в Тупуман тоже, и 50-63 года, моя свекровь там тоже, ее подружки, приходят, сейчас мурашки бегут, потому что прям я могу об этом вечно говорить, приходят девочки, которые там, допустим, 30 лет, да, 35, и берут своих мам уже, потому что, ну вот это настолько классные такие женские заряженные круги, да, где вы действительно, вы развиваетесь, и мы когда подводили итоги года, вот как эта жизнь, да, вот в том же женском сообществе происходит, какие результаты у девочек, как они выросли, какие, ну, в том же мастер-майде, но это вот поразительно, это, знаете, даже я, даже деньгами не измерить, но это настолько ценно, не могу, настолько это ценно, потому что качественно улучшается ваша жизнь, вы заходите с запросом про деньги или про там, кто-то про границы, да, кто-то там про личностный рост, там просто фокус себе взять какие-то цели, достичь там, поступить MBA и так далее, ну, навскидку говорю, а вы ходите, прокачав и остальные сферы жизни, ну, вы знаете, наверняка, колесо баланса в коучинговом стиле, да, как оно проводится, насколько оно круто работает, когда ты за три месяца, для меня это было полным удивлением, когда делала колесо баланса просто где-то в каком-то марафоне, как-то, ну, да, но когда в коучинговом стиле, да, вот это вообще, я сама через два месяца с половиной, я просто обалдела, насколько у меня там подтянулись все сферы, то есть одну я взяла в фокус западающие, но как это работает в остальном. Так, у нас регламент, елки-палки, опять, ну, как моталки у нас, я не до конца раскрыла, я попрошу вас еще минут 10, как вы? Так, давайте, я живу, так, это было, сейчас, минуточку, оффлайн только снится, разные сообщества в городе, где живу, например, походы, походы тоже, это отдельная тема, тоже знаю прям людей, которые на этой почве тоже классно проводят время, на Алтае ездят и так далее, нетворкинги, встречи по обучению, у меня зависло, я сама создала сообщество, это мы прочитали, я сейчас Альфу прохожу, теперь у меня окружение 300 байгажанок, ой, я вот это вообще не в курсе, не поняла, не знаю о таком, поэтому обучение это самое легкое для расширения, потому что вы же идете учиться, чему вам интересно учиться, здесь, это наше сообщество в Академии, вы же все здесь тоже из-за коучинговой психологии, и это тоже люди из разных сфер, да, вот вам, на мастер-майды сейчас люди щедро платят, от вебинаров устали, да, да, и плюс это результат, да, вебинары просто прослушала, не сделал, а здесь тебя держит, в фокусе всегда возвращает, я участвую, мастер-майды, разборы, отлично, мы бодры, отлично, все, все через одну минуту, хорошего денька, я вам тоже желаю хорошего денька, и мы с вами продолжаем, что я еще не сказала, бизнес-завтраки, конференции, ретриты, мастер-классы, кружки по интересам, сообщества, мероприятия, спорт, спортивные мероприятия, даже у нас была тема, да, где познакомиться там с молодыми людьми или еще где-то для мужчин, где познакомиться с женщинами, почему-то сейчас вспомнилось, но это спортивные мероприятия, это вы приходите где-то, там, мужская энергия, женская, это все зависит от ваших задач, для чего вам нужно расширять ваше окружение, что вы хотите, да, что вы хотите, какую жизнь вы хотите, учеба, танцы, танцы тоже классные, кстати, ну, там, тренажеры или залы и так далее, бассейн, ну, бассейн, я не знаю, нет опыта, не скажу, различные активности, яхтинг, да, тоже, то есть это тоже, если вы там про бизнес, если вы в себе вот это хотите развивать, это тоже способ развития, развития, вы вступаете, у кого-то это рыбалка, да, если это про мужчин, у кого-то это яхтинг, вот я говорю вам, да, то есть там тоже же проходят какие-то такие поездки, где встречаются бизнесмены, увлеченные яхтингом, ну, из, у кого-то охота, да, из опыта мужского, говорю так, как муж любит это все, вот, поэтому я, вы сами, да, можем даже, знаете, попрактиковать, давайте я сегодня выложу какой-нибудь в Телеграм какую-нибудь фотографию, под ней напишите варианты, давайте прям накидаем, давайте сделаем мозговой штурм, свой мастер-майн на тему, как расширить окружение, да, какие варианты, какие способы, бассейн, очень классно, да, дворы, вот я сейчас вспомнила, это дворы, вот в декрете мамочки, да, как мы знакомились, в новый дом заехали, все перезнакомились, и сейчас до сих пор мы общаемся, я вам больше скажу, у меня дочь дружит с своей подружкой, с которой мы познакомились, когда им было по полтора годика с девочкой, и сейчас ей 13, это лучшие подружки, это просто для меня какое-то чудо, но вот и так бывает, понимаете, вот, поэтому здесь главное видеть возможности, да, мы фокус вот это вот настраиваем, копинг-стратегию для себя создаем, как, что возможности везде, что клиенты везде, что наши, наши близкие люди, они везде нужно просто увидеть, захотеть, увидеть, поднять, да, где-то попу и сходить на мероприятие, на какую-то выставку, галереи, музеи, да, где-то познакомиться с теми людьми в театр, везде, ребят, ну, везде, правда, так, просто, если это в вашем фокусе, да, об этом говорим, и напоминаю, что, да, богатство приходит через других людей, то есть и сначала роддом, дружат дети, точно, точно, мне тоже, мы в один день рожали, познакомились на, в школе матери, девочки, и потом у нас дети родились, но недолго общались, но все равно компания, 4 ребенка, вот, ну класс, вообще, да, роддом, точно, забыла, 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 и роддом тоже бывает разный, да, если говорить, допустим, вы говорите об окружении, тоже с разным достатком люди и разные роддомы, ну, если вообще говорить, если там высоко, дорого стоят услуги, то есть смотрите, если вы, конечно, хотите качественную публику, а я за качественную публику, то обучение не может стоить дешево, почему сессии, почему коучинг, допустим, да, ну, как кто-то думает, что он дорогой, ну, вот, допустим, там, 10 тысяч сессий, там, 20, у кого как, да, но, когда ты заходишь в обучение, ты платишь 200 тысяч, ты платишь, там, 150 тысяч, и это такие хорошие деньги, и, естественно, ты заходишь в обучение, когда, и там люди такие же, да, которые деньги эти же тратят, и они-то более-менее такие однородные, поэтому чем выше цена твоего обучения, если говорим мы, да, а если это сообщество, то это входной какой-то взнос, то тут уже, да, идет рандомно, да, тот уровень дохода, какой есть у человека, какой тебе нужен, как если бы ты хотел, да, да, вот этот ближайший круг своего окружения поднять с одного дохода, да, который у тебя там повыше. Мы дружим с девочкой с роддома, хотя уже в разных городах, вот. Да, 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 что, что еще можно сказать, только да, да возможностям. Вот поговорим, да, про то, что способность понимать, вот богатство идет через других людей, способность понимать потребности другого человека, сопереживать ему вот эту эмпатию, да, чувствовать, делает нас уникальными, и, а еще, а способность удовлетворять потребности другого человека делает нас богатыми, а способность удовлетворять потребности группы делает нас очень богатыми. Вот посмотрите эту связь. Когда вы заходите в какое-то обучение психологии, коучинг, или идете в психотерапию, в коучинг, вы же развиваетесь, вы трансформируетесь, вы прокачиваете сначала себя. Мы начинаем с себя. Ну, по крайней мере, это моя парадигма мышления вообще. Я не понимаю, да, по-другому, как я должна понимать, куда я клиента веду, да, и если я там веду мастер-класс, то я эту дорогу сама прошла. Если я веду программу какую-то, да, или коучинг, если ко мне обращаются клиенты, то я уже там была. Если это, ну, клиентов таких не было, то я, по крайней мере, сама это направление проработала, да. Иначе вы же будете себя неуверенно чувствовать. Вы, ну, у вас будут свои, там, у вас будет фонить, вы не, ну, наверное, вы меня понимаете, о чем говорю, когда вы сами будете работать с клиентами в сессии. У вас будет фоном так идти, вот эта неуверенность, что, блин, этот чувак зарабатывает больше, чем я. И как же тогда? Но, кстати, вот про деньги, это очень нормально, когда, ну, люди бизнеса приходят тебе, и предпринимателя, и у них доход выше, чем у коуча, допустим, или психолога. Вот здесь вот я, здесь отклонюсь, потому что нам не обязательно иметь эти компетенции предпринимателя, да, именно вот этих процессов, бизнес-процессов, понимаете, потому что это ж много сфер, это нереально. Нам главное иметь компетенции свои, профессиональные компетенции коуча мы должны, да, понимать, и психолога, чтобы человека довести до того результата, который он хочет в бизнесе, до того результата, который он хочет в финансовых целях. Ну, это вот ошибка, я думаю, да, что мы думаем, что, ой, он больше зарабатывает, или там какой-то денежный запрос у клиента приходит, и я не смогу его довести до результата, я вообще, или там, мы начинаем сливать клиентов просто подсознательно. Но вы знаете, если у вас это фонит, если ты чувствуешь неуверенность, просто сразу супервизия, сразу там идти прорабатывать себя в этой сфере, раз у вас это, если вы чувствуете, что это у вас где-то откликается в такую негативную сторону. И вот про трансформацию, да, и когда вы, то есть ориентация при этом, когда мы ориентируемся только на свои потребности, и из этой потребности, да, предлагаем свои продукты, это такой человек бедный, образ бедного, да, когда мы ориентируемся на потребности другого, когда мы решаем вопрос другого человека, вот как раз-таки здесь срабатывает мышление богатого человека, мышление богатого коуча, мышление богатого психолога любой, да, другой профессии. И когда мы ориентируемся на потребности группы, тогда как раз-таки здесь уже про богатство, изобилие, да, большое тогда. Но, да, сначала мы поэтапно начинаем с себя, и сначала мы осознаем свои потребности, свои, что мы хотим. Вот это вот прям, возьмите фокус, потому что если вы не будете знать, как свои потребности узнавать, осознавать и их удовлетворять, ну, я считаю, да, что вы не сможете помочь другим людям, вы не сможете распознать и осознать и удовлетворить потребности другого человека, тем более группы. Вот знаете, вот, допустим, вы прокачались в какой-то сфере, вот я вам приведу сейчас пример. Десять минут. Как, ну, я надеюсь, вы меня простите за тайминг. Не получается в час, но хочу прям закончить тему. Про прокачку, да, поэтапно. Я сейчас поделюсь, мне кажется, не делилась еще нигде, особо так в открытых кругах, что когда я в девятнадцатом году, когда Вероника Хацкевич как раз запустила программу франчайзи, и я в нее вступила. Вот я не знала тогда зачем, да, это было вот чутье, но это еще вот какая-то чуть-то, какая-то сработала. Что делать с этим, я не знала, да, но я туда поняла, что мне туда надо. Я зашла в эту франчайзинговую программу. Во-первых, это сообщество. У нас 400 человек в группе, я с вами поделюсь. То есть люди, они отсеивались, было больше. Но они отсеивались, мы, конечно, тоже росли вместе, потому что у нас была поддерживающая программа год и раз, вместе мы встречались. И Вероника, конечно, в этом просто гений, как она построила вот это вот сообщество, как она построила вот эту работу с нами, потому что мы проходили, получается, индивидуальную трансформацию, каждая, кто, конечно, смотрел там, вебинары входили, да, в эту программу, и групповую, потому что мы прям были все на связи. Это очень поддерживало. Вот тогда я как раз проявилась и в блоге, как раз я пошла вообще в Инстаграм, как вот, ну, говорить, да, кто я, что я, про что я сейчас, потому что я захлеб смотрела эту информацию, училась, прорабатывала себя, потому что, ну, я не могу сказать, что у меня было все плачевно, я могу сказать, что это было все на неосознанном уровне. Там границы, да, что еще, какая-то психотерапия, да, мы проходили, прокачивали себя со всех сторон. Но вы знаете, вот уверенность в себе, и я прям, мне это очень помогло, вот, встать на этот трансформационный мост. Я думаю, что сейчас кто вот начал обучение, вы как раз сейчас на этом трансформационном мосту находитесь. Я сейчас вспоминаю вебинар один, у меня аж мурашки бегут, потому что как раз-таки это было про трансформационный мост, о котором нам говорила Вероника, что вы, говорит, на него зашли. Но не бывает все так быстро. Нужно время. Вот представьте, что вы, вы, там, через три года, и вот сейчас как раз девятнадцатый год, там, четвертый год пошел, ну, уже три года, да, там, если считать, в прошлом году. Это вообще, это вот как раз-таки, вот, невероятная трансформация, которая произошла. Вообще, там, найти свое дело, да, у тебя клиенты, у тебя вообще другая жизнь, ты ушел из найма. Понимаете, я тогда даже, в каких-то, там, каких-то вот упражнениях, которые я вам сегодня, кстати, предложу сделать. Упражнения утро, ваше идеальное утро через год, ну, через три года. Вот как вы, как вам откликнется, я делала через год. Я, когда даже это упражнение делала, я не могла представить, что куда-то найм денется, я не пойму, я вот как-то себе там все равно у меня где-то он был, да, присутствовал, ну, потому что как-то без найма, это я же 25 лет практически проработала в нефтегазе, я не представляла, понимаете, но то, что я там просыпаюсь и не еду на работу, а в таком каком-то своем режиме живу, мне это было, понимаете, и это, и вот этот мост, на который вы сейчас встаете, дайте себе время трансформироваться, дайте себе вот эту вот опору, потому что вот сейчас как раз-таки это так важно, взрастить в себе эту опору, знать о себе все, знать о себе, все невозможно, наверное, знать, несмотря на свои там прокачки, все это, вглубь идешь, но вы узнаете себя, вы узнаете как, какие желания у вас есть, какие вообще потребности, что вы хотите, что вы хотите сейчас, вот что вы хотите прямо вот сейчас, пить хочу, вот, что вы хотите через там 3 месяца, что вы хотите через год, и как вы хотите это, не затягивать, если там нужна ли мне поддержка, да, со стороны, и когда вы входите в сообщество, эти мастер-майнды, бизнес-завтраки ходите, это вас настолько увлекает, настолько вас, ребят, вот вы когда, вас это просто не то, что вы знаете цель, и вас это держит в тонусе, то есть вы видите, как все что-то делают, все прям вот активничают, и думают, что ты что-то сидишь-то, понятно, что все-таки здесь важно еще прислушаться к себе, идти в своем темпе, вот это вот ключевое, и разобраться, чего ты хочешь, вот чего ты хочешь, куда тебе нестись, куда ты бежишь, куда ты побежишь, вот, и вот очень важно, но начинать это всегда надо с себя, да, понять, как это с собой вообще, как мы это с собой делаем, и тогда уже все-таки параллельно можно, можно практиковаться, я призываю, и в то же время вы будете тогда по-настоящему понимать, что люди хотят, и естественно обучаться, обучаться академически, профессионально обязательно, развиваться, это наша прям этика, коуча, психологов, поэтому, вот в этом прям фокус, 24 года в Министерстве обороны, я 24 года, вот, хочу идти, и знаем, ну вот, если хотите, у вас получится, если хотите, ну, нужно строить базу, да, понимать, да, куда вы, ну, желательно, можно, знаете, по-разному бывает же, абсолютно, можно там подушку безопасности сделать, можно не сделать, можно знать, куда ты уходишь, вот, как я, да, получается, при том, что я уходила, я думала, ой, я там вообще не подготовилась, а на самом деле я ушла, думаю, нифига себе не подготовилась, и си-си, и так далее, там, и клиенты, и, и, вы знаете, это как к родам, да, никогда не будешь готов, вот, или там к экзамену, да, вот такое ощущение, ты готовился, готовился и не подготовился, ну, по крайней мере, И у меня так на инъязи было, у нас была преподавательница завкафедры, и ты хоть как готовься и не подготовишься. Ты приходишь, и все равно ты не готов. Такое полное ощущение было. В общем, что-то я растрогалась, ребят, по поводу всего своего этого. У меня сейчас все, кто узнает, что я изучаю психологию и дизайн интерьера, одновременно крутят пальцем у виска и спрашивают, как я это хочу соединить. Понятно. Понятно. Мне кажется, тут дело уже за вами. Главное как раз-таки здесь, вот это мнение окружающих, то, что мне помогло. И вот в франчайзе, и вот это сообщество, которое вас поддерживает. Потому что там разные люди были, с детской позиции. Но мы все вместе росли, и мы сепарировались от Вероники. Каждый пошел в свое дело. Вот, кстати, это очень круто, когда вы сначала за учителем идете, берете в нее, потому что она бесконечно вдохновляет. Но потом все-таки важно, и она об этом нас предупреждала, что мы будем сепарироваться. И это вот такой природный процесс. Это очень круто. И вот смотрите, я когда... Вот что касается вот этих вот, когда вы понимаете потребности. Да, вот я сейчас, я просто тоже готовясь к лекции, я проанализировала свои действия в плане вот последних там четырех лет. Когда я зашла в психологию как в франчайзе. Так как я понимала, мы переехали в Петербург в 2010 году. Это был 19-й год. Ну, то есть я понимала, что у меня не такой большой круг прям под руку. Я привыкла, да, что у меня там девчонки, мы были на связи, да. Другие... Ну, у нас разбросаны. И Москва, и Испания там, и Тюмень. Где мы только вот... Но костяк у нас все равно есть, да. Это вообще абсолютная поддержка. Кто-то в Сургуте остался. Но я к тому, что я понимала, что здесь у меня в Петербурге, мне же нужно свое что-то. Вот у своих девчонок по душе, да. У меня есть тут девочки, но хотелось расширить. Да не знаю, вот это тоже какое-то такое, знаете, было состояние. Вот хотелось расширение своего окружения. И когда я зашла в этот... В эту программу психологическую, можно сказать, да. Прорабатывала себя. И поняла, что я хочу вот это вот создать. Вся общество, женщин. У меня миссия такая. Когда я это прорабатывала, я вышла вообще на такое глобальное. Потому что для меня важно оставить след в истории. Вот это было, мне кажется, вот не то, что всегда, да. Когда ты начинаешь осознанно подходить вообще к своему вообще существованию на Земле. И что-то такое создать, что действительно останется после тебя. Дети, это понятно. Но хотелось... Вот у меня миссия клуба женского. Это как раз воспитание детей психологически здорового поколения на своем примере. То есть сначала, да, стань самой счастливой, да, сама выстрои свои границы, да. Финансово, эмоционально независимой будь. И дети... Гори своим делом, да. И дети это... Их воспитывать не надо. Они это просто импринтингом, да, обучаются этому. И когда сейчас, я честно говорю, я от своей дочери не ожидала. Мы сделали коучинговую карту в этом году вместе, вот именно коучинговую. И она когда написала... Она у нас учится... Ну, у нее бывают тройки, там вообще... Вот такая ситуация. То есть там не хорошистка, не совсем хорошистка. Она написала, я типа хочу... Хотя она не особо, мне кажется, понимала зачем. Ну, потому что были вопросы все себе. Зачем я? Говорила, зачем... Ну, 4-5 учиться. А зачем тебе это, да? Что это? Какая разница между состоянием, когда ты 3 получаешь, когда ты там 4-5 получаешь? И сейчас она мне сказала, мама, у меня там одна, по-моему, тройка. Ну, просто вот сейчас идет четверть. Остальные все 4-5. Ну, это я, говорит, я хочу без троек четверть закончить. И я вижу ее подъем, да. Я вижу, что, блин... Ну, вот этот импринтинг, да, вот просто... И книги, как в 13 лет, там такие уже начинают мотивационные какие-то вещи читать. Занимается спортом. Каждый день, каждый день делает упражнения. У нее там на карте фигуры мечты. Девочки поймут. Я, конечно, вот просто в самом восхищении, в обалдевании, что происходит с моим ребенком, с подростком. И я к тому, что вот мы трансформируем себя, и потом вот это вот я захотела создать, да, расширить свое окружение. Я создала академию для женщин, которые тоже, да, вот, которых в фокусе, вот эта вот женщина высшего платажа, финансово-эмоциональная независимость. И плюс вот быть счастливой самой, чтобы дети, да, и мужья, и дети тоже были счастливы. И вот таким образом у меня это все вылилось в офлайн, да, все пошло в живые встречи в ноябре 2019 года. Пришло навстречу там, по-моему, 17 человек. И для меня это был тоже какой-то вообще просто космос, космос. И при этом я тоже же волновалась, да, я, у меня есть лидерские наметки, да, способности, хорошая коммуникация, но все равно была тема. Каждый раз у нас какая-то тема, да, мы обмениваемся мнениями, каждый делится своим опытом. И такое легкое общение получилось. И вы знаете, люди, незнакомые друг к другу, вот что удивительно, они так раскрывались в этом поле, вот в этом безопасном доверителям пространстве. И я вас призываю идти в эти сообщества, если у вас не получается онлайн, заходите в онлайн сообщество. Потому что есть клубы женские, именно где проходят эти встречи онлайн, если у вас нет возможности, да, если нет в городе, допустим, где вы, из какой местности. Если у вас нет возможности, будьте первые, кто это создаст, потому что вы этого хотите, если вы готовы это сделать. Если даже вы там в четвером сначала с девочками собираетесь, с мальчиками, потом в пятером, потом это какие-то небольшие форматы сделаете. В коуч завтрак, ой, коуч, ну я имею в виду, что просто завтраков, где вы делитесь там, да, мастер-майнды какие-то, идите к общим целям и так далее, поддерживайте себя. И когда вы вот это в себе проработаете, то есть просто проанализировала свою ситуацию, свою жизнь, то есть я сначала, да, трансформировала себя, потом создала сообщество, ну это буквально полгода, даже меньше прошло, создала сообщество, женский клуб развивался, развивалась. И 1 марта я выступила в 2020 году, я выступила на вот этом форуме, да, как-то постепенно шла, тоже себя, вот это публичное выступление прокачивала. И потом плавно, я даже честно не помню, как я к коучингу вообще вышла, но я понимала, что психология это все-таки не мое, да, не настолько мое. Основа психологии базы знать, это круто, и у меня она есть, но все-таки вот про цели, про туда пошли, как ракета полетели, про мотивацию, про поддержку, вот пойдемте туда. И у коучинга, конечно, вот сейчас то, что я нахожусь здесь, да, и создаю уже свои продукты, и это тоже про то, что ты уже понимаешь интересы и потребности группы, группы. То есть ты сначала идешь, ну, и есть она, естественно, личная практика, да, личное взаимодействие, индивидуальная работа, а потом уже ты идешь в группы, когда ты уже готов действительно, когда ты понимаешь, что у тебя один и тот же клиент, не один и тот же клиент, а один и тот же запрос у нескольких клиентов, то ты понимаешь, вот это боль, вот это, или они хотят это прокачать, это достичь их цели, и тогда они идут и заходят в какие-то групповые продукты. Вот, поэтому начинаем все с себя. Надеюсь, вот наглядный пример, насколько наглядно, вообще понятно вам, как вот эта схема работает в жизни. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, и мы уже, наверное, заканчиваем. То есть уже работа с группами такой level up. И я уверена, что все его достигнут. Да, спасибо, спасибо за сердечки. Поэтому, если у вас есть желание расширить свое окружение, да, качественно его изменить и не рубить с плеча, я вас тоже призываю, да, все это делать корректно, то тогда это как раз-таки вот это задание, которое я вам даю проанализировать свои, свое ближайшее окружение. Пять человек, 15, 50 и 150 по модели Данбара. Я думаю, что это вам поможет, да, чтобы в вашей жизни появились те новые люди, о которых вы, допустим, думали или хотели, или, допустим, выйти на новый уровень, общаться с новыми людьми, брать у них что-то, да, и посмотреть, как они мыслят, смотреть, как они действуют вообще, какие бизнесы они ведут, если мы говорим сейчас про бизнесы, смотря какие у кого запросы, у всех разные запросы. Что еще я сейчас предлагаю закругляться? Хотела еще с вами сегодня поговорить про ритуалы богатого коуча, психолога, но мы давайте тогда в начале следующей лекции этому посвятим время немножко на домашнее задание. Я вас сейчас спрошу сначала, как вам вообще, что вы чувствуете, что хотите, с чем уходите, что хотите делать, с чем уходите, что ценного было в сегодняшней лекции, пожалуйста, для себя, для меня можете написать, а я пока вам расскажу, что бы я вам порекомендовала сделать. Значит, это проанализировать модель социального окружения по Донбару и при этом спросить одного, трех, четырех человек, что для него важно, что для него ценно, когда он выбирает дружить или не дружить с этим человеком, какие ценности для него важны. И потом, когда вы посмотрите ближайший свой круг пять человек, вы как раз делаете вот эту общую схему, что же вас объединяет, что общего. То есть, сделать вот эту карту своего окружения, создать, да, свои слои окружения. Еще прописать, какую боль, потребность и задачу умеете решать вы. Какую боль, потребность, задачу умеете решать вы. Вот уже сейчас вы умеете решать. Не хочется вас грузить, но смотрите, очень вдохновляйте на реальные действия, которых так не хватает. Я очень надеюсь, я очень про действия, спасибо большое. Я сделала такой мини-клуб в Телеграме, энергия была, потом пропала. Здесь уже тоже, да, надо поисследовать, почему энергия пропала. Возможно, обратной связи не было, да, есть еще какие, какие еще другие причины. Может, у самого человека ресурсов нет. Тут тоже, да, вот надо исследовать. Очень круто и мотивационно. Спасибо. Хочу сейчас возобновить активность на своем канале. Супер. Очень ценная информация. Супер, спасибо. И давайте я вам дам задание про такое, для advanced такой level. Все-таки сделайте практику утро, мое идеальное утро через один год. Один год, три года. Вот как вы чувствуете? Потому что здесь у каждого свой, да, корресонт планирования, видений. Кому-то легко, да, три года представить, пять лет, а кому-то тяжело даже один год. Посмотрите, полгода там, вот как бы вы хотели просыпаться, что в этом дне, что вы делаете, как вы себя, главное, чувствуете. Материнское выгорание, могу помочь с этим. Так, сегодня первый раз слушаю, надо с первой лекции начать. Да, желательно. Посоветую вам. И еще, да, не забыли, вот я забыла сказать, что посчитайте доход, средний арифметический доход вашего окружения. Тоже посмотрите, проанализируйте, в общем. Сделайте анализ своего окружения. Спасибо вам большое за обратную связь. Мы с вами встречаемся в четверг уже в 12 часов. По Москве. Хорошего дня. Я желаю вам всем действовать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok